Добрый вечер! Даже журнал ему какой-то посвятили. А у нас, значит, что опять замалчивают? Какая же это гласность? Или опять, говорит, станете, дети вражьи голоса вас в заблуждение вводят? В.К. И еще 12 правдоискателей из колонны. Ну что здесь действительно ответишь? Когда в Англии вышли не только вот эти две пластинки, 14 других вышли в разных странах на Западе. Когда журнал «Клавиатура» посвящает почти полностью весь свой номер творчеству 33-летнего композитора из Ленинграда Сергея Курехина, а десятки других журналов публикуют сенсационные статьи о его экспериментах с поп-механикой. И все-таки сегодня ответить В.К. и 12 правдоискателям из колонны уже гораздо проще, чем, допустим, даже полгода назад. Во-первых, потому что, наконец, выходит фильм Николая Буховича «Диалоги» с участием Сергея Курехина. Во-вторых, в Алма-Ате на фестивале именно Сергей Курехин получает приз за лучшую музыку к фильму «Господин оформитель». Наконец, в журнале «Советский экран» появляется статья о Сергее Курехине, статья, которая называется «Главное – внести больше путаницы». Ну, я думаю, наконец, выходит на экраны телевидение встреча с Сергеем Курехиным на нашем музыкальном ринге. Спасибо большое. Мы покажем вам сейчас разнообразную музыку, музыку, которую мы исполняем, музыку разную по экспрессии, разную по характеру, разную по всему, разную по музыкальному языку. И очень рады были, если бы вы сказали, что вы о ней думаете, и имеет ли это смысл какой-нибудь или вообще что-нибудь такое. Первая пьеса – это Туэт. Две двух акустических инструментов. Туэс. Две двух акустических инструментов. КОНЕЦ 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 Эта пьеса, она как бы вводит вас приблизительно в музыкальный язык, который будет частично присутствовать на сегодняшнем музыкальном ринге. Это язык, так называемого, уже ставшего традиционным авангардного джаза, джаз, который стал развиваться в начале 60-х годов и вот сейчас благополучно функционирует. Я хотел бы услышать, что является ли это чем-нибудь, имеет ли это какой-то смысл, музыка ли это, интересная ли музыка, есть ли музыка, то почему, и вообще что-нибудь услышать о том, что сейчас произошло. Я представитель другой массовой культуры, которая наверняка занимает первое место у нас среди молодежи, я дискотечек. Я представляю дискотеку Пушкинское радио. Меня волнует вот какой вопрос. Понимаете, существуют различные способы самовыражения, но вы не задумывались над тем, что существует элементарная этика поведения на эстраде, через которую вы выражаете свои... Не надо свистеть, не надо свистеть, не надо. А что такое этика? Мы что-то делаем неэтично, я немного не понимаю. Нет, объясните мне, пожалуйста, вот костюм молодого человека в белом во всем. Я понимаю, конечно, у вас могут быть свои какие-то средства самовыражения. Я, конечно, отношусь к вам с уважением. Я не имею права вас не уважать, потому что вы вышли сюда на сцену. Вы актер, я обязан вас уважать. Но музыка, которую вы играете, она располагает на нездоровой ассоциации. Поясните, пожалуйста, вот костюм молодого человека. Какого рода у вас нездоровые ассоциации возникают? Мать! Ну, во-первых, прическа. Во-вторых, босые ноги. Меня просто интересует вас чисто с точки зрения этики. Поясните костюм. Этики и гигиены. И гигиены, да. Поясните, пожалуйста, костюм. Сергей, может ты скажешь по поводу? Можно я скажу? Очевидно, товарищ, я понимаю, что Мэрия пошокировала. Моя одежда сейчас имеет определенную семантическую нагрузку. Ну, значит, собственно говоря, она обусловлена... Именно выбор этого цвета белого обусловлен для меня очень многими причинами. Собственно говоря, белый цвет в искусстве авангарда – это пустой цвет. Понимаете? Пустой. Пустой цвет, то есть это как бы чистый лист бумаги, на котором может быть отражено все угодно. Все, что угодно. И, собственно говоря, таких отсылок довольно много. И я очень долго, старательно выбирал именно этот вид. И довольно часто появляешь вот в популярной механике именно в таком образе. Сергей, я хотел добавить. Сергей, Сергей. Парень этот, он, возможно, не понял разницу между вашим образом, какой есть, и маской. Кто ясно мыслит, ясно излагает. Так вот, сейчас мы прослушали дуэт. Про что эта музыка? Ваша концепция? Хорошо. Все прекрасно. Минутку, минутку. Каждый художник, беря за основу какой-то сюжет, да, вкладывает туда какую-то мысль. Так вот, я хотел бы слышать вашу трактовку, услышанного нами. Пожалуйста. Дело в том, что тут еще надо конкретизировать понятие ясность. У одних ясность выражена в двух нотках. Для некоторых в осаду-левогороде – это самый предел максимальной ясности. А для меня, скажем, язык, который сейчас прозвучал, но язык достаточно ясный. У меня своя мелодичность какая-то есть в нем. Если внимательно очень слушать, можно найти мелодичность. Это все формы. Это все формы. Это не формы, что вы. Я говорю о содержании. Это все формы. Ну, мелодичность – это форма, в которой мы... Нет, я не могу понять... Пожалуйста, давайте... Здесь хотите, пожалуйста. Если вы знаете язык философии, то форма – это и есть затвердевшее содержание. Вот. А потом, мне кажется, Курехин мог бы ответить на ваш вопрос. Толстого спросили, о чем Анна Каринина. Он сказал, что мне легче переписать роман. Художник не вправе перед вами... Не должен перед вами отчитываться, объяснять вам как форму, так и содержание. Я могу сказать... Он все выразил ее правильно. Я могу сказать, чтобы... Чтобы как-то предварить дальнейшие вопросы, что... О содержании этой музыки. Вся музыка, которую исполняет сегодня ансамбль «Популярная механика» – это музыка любви. От начала и до конца. Одну минутку. Сейчас будет следующая пьеса, которая... Немножко... Она на том же самом музыкальном языке, но использовать немного другие средства. «Популярная механика» Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Это была следующая пьеса. КОНЕЦ Извините, конечно, за такой вопрос, но просто что выражает Ваш реквизит? Дело в том, что сам инструмент по себе достаточно отличается немного. Это первый советский синтезатор. Оригинальный, конечно. У нас существует специальный музей, который возглавляет Сергей Бугаев, член нашего ансамбля. Он директор клуба имени Маяковского, и он собирает всевозможные реликвии. И по преданию этот утюгон был собран Маяковским самим. И дело в том, что поскольку он сам по себе не очень похож на остальные компьютеры современные, то к нему и соответствующий антураж, что те люди, которые должны играть на нем, они должны быть как-нибудь как бы одним целым с ним. Скажите, пожалуйста, есть ли связь, вот, средств выразительности, которыми пользуетесь Вы, с шумовиками 20-30-х годов, которые были в России? Да, может быть, внутренняя связь есть какая-то, но дело в том, что здесь используются совершенно другие технические средства. Нет ли противоречия между популярностью и сложностью того языка, на котором Вы пытаетесь общаться с аудиторией? Нет, я не думаю так. Дело в том, что я не считаю, опять же, я повторяю, что наша музыка сложная. Она совсем не сложная, она очень простая. Я не могу понять, в чем здесь сложность заключается. Вы считаете, что этот музыкальный язык понятен всем? Ну, если бы он был понятен, завтра понятен. Наша цель сделать так, чтобы он был понятен завтра. Ставите ли Вы своей целью вот те поиски, которые уже давно велись, и в музыке серьезной, и в музыке эстрадной, просто перенести в свою сферу деятельности? Потому что все то, что Вы здесь показывали, это не новость. Это уже давно пройденный этап. Да, я абсолютно с Вами согласен. Давно пройденный этап, я уже об этом говорил. Дело в том, что мы используем всю музыкальную культуру, существовавшую до нас. Мы ничего не придумываем, ничего не выдумываем специально. Мы просто берем какие-то пласты, какие-то части музыкальной культуры и стараемся просто их исполнить с максимальной любовью, с максимальной отдачей. Значит, сейчас...